Последние 10 лет улица Чайковского от Цветного бульвара до Хлебозавода выглядела вот так. Газоны и тротуары превратились в большой рынок. Торговали здесь всем подряд – поношенными вещами, посудой, старой техникой и игрушками. Со стихийной торговлей боролись с переменным успехом. Несмотря на многочисленные жалобы жителей соседних домов на шум и антисанитарию, торговцы снова и снова возвращались на насиженные места. Сегодня улица Чайковского выглядит вот так. От блошиного рынка не осталось и следа. Он переехал на новое место. Теперь социальные ряды находятся возле парковки Моремола. Сейчас это полноценный мини-рынок. На данной площадке она была оборудована дополнительными стеллажами. Залито пешеходная зона бетоном. Построены навесы, чтобы в плохую погоду люди не мокли. И в солнечную, что очень важно, не накрывать целиком, чтобы летом здесь не было жарко. Соответственно, в принципе, на сегодняшний день, что касается обустройства, порядка 200 мест новых было построено еще сюда. А еще установлен мусорный бак и туалет. Рынок обнесен забором. С продавцами заключены договоры, но за места ежедневно они не платят. Теперь на мини-рынке свои товары могут разместить более 400 человек. В основном бойкая торговля здесь идет по выходным. Но и в будни много прилавков занято. Новым рынком довольны не только продавцы, но и местные жители. Ведь блошиный рынок никогда не был украшением центра Сочи. Ну там, конечно, уже была этика, эстетика для нашего города. У нас кругом розочки всю жизнь цвели, красота непомерная. Это было некрасиво, не украшало город. Тамара Семеновна в уличной торговле не первый год. Говорит, впервые за много лет администрация организовала для них действительно достойное место. Вот эта территория соответствует всем законам федеральным. А мы обязаны, конечно, выполнять только два пункта – чистота и порядок. Вот за что мы отвечаем. Пусть люди торгуют. Это наша государственная поддержка и социальная защита. Здесь люди социальных категорий торгуют. Вообще в Сочи идет активная борьба с несанкционированной уличной торговлей. В каждом районе города созданы рабочие группы, которые проводят рейды и выписывают штрафы тем, кто торгует без разрешения. Ну а для сочинцев, которые сами выращивают овощи и фрукты, в городе организованы отдельные социальные ряды. Первые такие прилавки появились в Сочи в 2016-м. И с каждым годом в городе их становится все больше. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».